Законопроект Преимущественно это сельхоз предприятия, федеральная задолженность, и которым уже давно списали. А вот на республиканские до сих пор идут проценты. К этому вопросу депутаты вернутся осенью. Тогда же парламентариям предстоит рассмотреть еще один законопроект. Согласно ему, студенты из Хакасии смогут летать на учебу со скидкой в 30%. Министерство труда и социального развития предлагает ввести льготу уже с января 2014 года. Студенты родом из Хакасии смогут один раз в год улететь до места учебы и обратно, заплатив лишь две трети от стоимости авиабилета. Однако есть условия. Это должно быть первое высшее образование, очная форма обучения и лишь государственный вуз. А также сам студент должен быть не старше 23 лет. Все вылеты оформляются только через Абаканский аэропорт. При этом материальное положение учащегося не имеет значения. Кроме того, новый закон предлагает и дополнительные льготы на билеты в случае перелетов, связанных со смертью близких родственников. Таких студентов у нас сегодня насчитывается 2700 человек. По провизорным данным это практически 3000 человек. И соответственно компенсация этих средств всеми это достаточно серьезная льгота. По подсчетам специалистов льготы на авиабилеты республики обойдутся в среднем в 3,5 миллиона рублей в год. Рассматривать законопроект будет уже новый созыв парламента. Однако возможно документ примут с небольшими поправками, чтобы такими мерами не спровоцировать отток студентов из Хакасии. Как вариант ввести так называемый целевой кредит. Если студент после окончания вуза не вернется работать в республику, он должен будет вернуть в бюджет региона затраченную на него сумму. Спикер парламента Владимир Штыгашев и представитель Верховного совета в Совете Федерации Евгений Серебренников накануне побывали с рабочим визитом в Таштыбском районе. В селе Арбате они посетили знаменитый в республике музей казачья усадьба. Этот дом построен в конце 19 века, когда здесь служили красноярские казаки. В 60-х годах здание служило яслями, затем школьными мастерскими, а в 2011 году отдали под музей. Сегодня экспонатами его пополняют сами жители района. Владимир Штыгашев и Евгений Серебренников также встретились и с населением обсудить волнующие проблемы. Это были все новости парламентской недели. Дополнительную информацию вы можете узнать также по адресам, которые сейчас видите на экранах. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова